Так, значит, Илья Обломов спрашивает, что еще? Хотел спросить-то. Сможешь дать определение понятиям ум и интеллектуал? Если разъяснишь интеллектуала через человека с высоким интеллектом, то что тогда интеллект? И как его более-менее объективно измерить? Ну, смотри, что такое интеллект и что такое ум? Это зависит от того, какое ты им дашь определение. То есть, если я хочу, чтобы ум это был пончик с повидлом, то это будет пончик с повидлом. Значит, нужно сразу задавать контекст. Для чего тебе нужно это слово? Вообще, интеллектуал. Значит, интеллектуал может быть человек, который много знает. Это может быть эрудит, что-то в этом роде. Интеллектуал – это может быть кто-то, у кого высокий IQ. Это уже другая категория людей. Интеллектуал – это может быть человек, который придумывает какие-то новые вещи. Может быть полезные, может быть не очень. Самые разные могут быть вещи. Может быть логика выдающийся. Человеку, у которого логика хорошо развита, интуитивно. Просто для него логика интуитивна. Вот он не интеллектуал. Может быть это так. То есть, давай любое определение, оно любое подойдет. В принципе. Ты понимаешь, что слова не привязаны к значению никак. То есть, там нет какой-то мистической связи между словом и его значением. Просто тебе нужно использовать слова так, чтобы людям было понятно. Вот и все. То есть, если ты, например, используешь слово интеллект при Савельеве. Савельев, по-моему, считает, что интеллект – это как эрудиция. То есть, это много знания. То есть, много знания не есть ум. По-моему, это фрагмент Гераклита. То есть, много знания не есть ум. Иначе бы Пифагор, Гесиот и еще кто-то были бы очень умными. У него такая фраза была специфическая, что он вообще всех ненавидел. Гераклит, по всей видимости. Вот. То есть, как бы... Такое дело. Как бы... Дать определение. Дать определение я могу. То есть, выбрать определение из кучи данных определений – это сложно. Сосед из Кейпов спрашивает. Привет. Что думаешь о Сиаране, Эмилича Рани? Ну, зачем было писать Сиаран? Ничего не думаю. У меня нет ни сформировано мнение об Эмилича Рани. Слишком мало знаком с творчеством. Что-то читал, но совсем просто ничего не могу сказать толком. Почему хотел воевать против дистопии? Потому что ебанное говно. Потому что это, блядь, ебанное говно. Они, понимаешь, они пасту храброво пронитьше опубликовали. То есть, это уже говорит о том, что это говноеда сраная. Почему...